МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Емельянов Альберт Вячеславович, прокурор Заволжского района города Твери. Альберт Вячеславович, добрый день. Байден Эльвин Эльбрусович, исполняющий обязанности прокурора Центрального района города Твери. Эльвин, добрый день. И Орлов Юрий Владимирович, прокурор Московского района города Твери. Юрий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Я рада вас приветствовать в этой студии. Сегодня такая ударная сила собралась. Будем обсуждать решение насущных вопросов жителей города Твери, областной столицы. Тем более, что таких вопросов очень много. Давайте начнем с одного общего вопроса. Какие все-таки задачи поставлены приоритетными для сотрудников прокуратуры? С кого начнем? Может быть, Юрий Владимирович, вы несколько слов. На что в первую очередь обращаете внимание? Это не значит, что остальные вопросы остаются без внимания и не решаются. На самом деле, для нас нет второстепенных задач. Но в сегодняшний день и в текущее время, исходя из тех задач, которые ставит и руководство страны, перед Генеральной прокуратурой, перед нами, в первую очередь, конечно же, стоят вопросы контроля и надзора за реализацией приоритетных национальных проектов. Помимо этого, постоянно в поле зрения и одними из приоритетных являются вопросы надзора за стоимость законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, заработные платы, реализация и защита прав детей, сирот детей, оставшихся без попечения родителей. В общем-то, спектр вопросов достаточно широкий. И реализуя все эти задачи, мы, конечно же, взаимодействуем с всеми ведомствами, всеми контролирующими органами, участвуют их представители в качестве специалистов, проводим совместные проверки. В общем-то, спектр нашей работы достаточно широк. Ну и можно сказать, что, обратившись к нам за защитой своих прав, по тому или иному вопросу, гражданин эту защиту от нас получит. — То, что Вы перечислили, Юрий Владимирович, это уже несколько лет мы говорим об этом, и Вы решаете эти вопросы, они уже на протяжении нескольких лет являются приоритетными, эти вопросы? — Да, для нас задачи, в общем-то, нет таких задач, которые бы мы брали на временной промежуток. То есть, когда мы занимаемся, например, жилищно-коммунальным хозяйством, мы эту задачу решаем не на конкретные полгода, не на конкретный год, а надзор за состоянием законности в данной сфере происходит на протяжении всей нашей работы и на второй план не уходит. — Ну, я помню, мы вот за этим кругом столом вот с Вами обсуждали, в том числе, вопрос защиты прав животных тех же самых, даже столько обращений с животными, и был очень большой комплекс вопросов, которые как бы не названы Вами в числе приоритетных, но они постоянно решаются — это жизнь, да? Все вопросы, которые Вы назвали, к нам приходят вопросы от жителей, это все волнует горожан. Давайте мы начнем с такой темы, как заработная плата. Я думаю, что Алексей Сергеевич, мы с Вас начнем по заработной плате, потому что время такое непростое, коронавирусная инфекция, да? Многие, кто был в этом году на удаленке, вопросов много, у кого-то срезали заработную плату, кому-то, может быть, ее не выплачивают. Какие сейчас существуют проблемы на территории Вашего пролетарского района? Нужно понимать, что вопросы трудовых прав граждан всегда были и остаются в центре внимания органов прокуратуры. Значительный объем обращений граждан поступает в прокуратуру района тем или иным образом связан со сроками выплаты заработной платы. Каждое это обращение нами рассматривается, но необходимо понимать, что помимо обращений также прокуратура района получает информацию из иных источников. Мы тесно взаимодействуем и с налоговой инспекцией, получаем оттуда информацию по организациям, которые имеют налоговую задолженность, задолженность по страховым взносам, официальные данные по задолженности о заработной плате мы получаем из Федеральной службы государственной статистики, и весь этот массив информации, и если возникает необходимость, мы понимаем, что на каком-то предприятии есть проблемы, и может быть, эта заработная плата не выплачивается. Вот вся эта информация является поводом и основанием для проверки хозяйствующего субъекта. Давайте мы с вами поподробнее о том, что вы говорите, сейчас по-позже разберем эти ситуации. Сейчас у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Горкуша Наталья Сергеевна, проживаю по адресу Оргеникидзе, 53, корпус 6. Знакомый адрес, Наталья Сергеевна? Да, знакомый адрес. Если можно, очень быстренько ваш вопрос. Очень быстренько. Ну, в курсе обращаюсь, значит, с первого числа, напоминаю, управляющая компания нам увеличила оплату за содержание дома на мусорные деньги. По фальсифицированному протоколу, по инициативе протокуратуры было заведено уголовное дело, но через полгода благополучно, значит, его приостановили. Вот, нас об этом не уведомили. Мы в конце года 19-го провели собрание, решили убрать мусорные деньги официально из платы за содержание дома, на что в ответ управляющая компания подала исковое заявление в суд, значит, о неподлежащем исполнении вот такой суммы, которую мы оставили. Тогда быстрее еще, Наталья Сергеевна, многие желают высказаться до суть вопроса. Да, все, все, вопрос такой, как сейчас в период, значит, управляющая компания подала в суд, проиграла районный областной суд под элекционную жалобу, сейчас в период пандемии, вот мы инициативная группа, все возрастной группы, как сейчас, какие действия мы еще можем предпринять, чтобы защитить свои права законные с помощью прокуратуры? Спасибо, Наталья Сергеевна. Я напомню, что мы делали и в патрульной службе сюжет вот по этому дому, там неправильно были начислены деньги за вывоз мусора. Да, Юрий Владимирович? Да, проводили мы соответствующую проверку, и Наталья Сергеевна, в общем-то, как заявитель мне знакома, действительно было возбуждено не одно, два уголовных дела по факту подделки протоколов общего собрания, которые были предъявлены, использованы для увеличения в том числе этой платы. В настоящее время, я доводы Натальи Сергеевны себе пометил, о том, что их не уведомили о процессуальном решении. В настоящее время не только эти дела, все дела по фактам подделки протоколов нами истребованы, проводится тематическая проверка. Я посмотрю, чтобы эти дела обязательно нам были представлены и должны быть уже у нас. Мы изучим, во-первых, разберемся, почему не уведомляют, собственно говоря, заинтересованных лиц о процессуальных решениях и насколько это законное бездействие. Ну и, собственно, посмотрим на полноту расследования. Ну а с Натальей Сергеевной я поручу, с ней свяжутся, посмотрим, с учетом действующих ограничений лично встретимся дополнительно, либо в телефонном режиме, уточним ряд доводов. И с учетом сказанного о том, что апелляционная инстанция, в общем-то, признала законным решение суда, примем, посмотрим, и, если есть основа, примем дополнительные меры с нашей стороны. Поэтому в этой ситуации разберемся. Я думаю, да, что здесь вы проделали большую работу относительно вот этого дома от Женикица 53, потому что я тоже отслеживала эту работу. Уважаемые друзья, сейчас перервемся на небольшую рекламу. Не переключайтесь, пожалуйста. 300-190, наш телефон. Здравствуйте, уважаемые друзья, мы вновь в эфире программа «Тема дня». Сегодня с вами Ирина Чекунова. В гостях у меня прокуроры всех районов областной столицы города Твери. Мне подсказывают, что у нас уже есть телефонный звонок. Говорите его в эфире. Добрый день, меня зовут. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Анастасия, здравствуйте. Анастасия, ваш вопросик, если можно, очень скоро. Я, значит, по поводу трудового вопроса. Оказалась сложной ситуация год назад, пока я находилась в декретном отпуске. Моего работодателя исключили из госреестра. Я обратилась, то есть мне выходить было некуда. Меня одни осведомили. И хуже всего, меня даже не уволили в моей трудовой книжке. Нету записи об увольнении. Обращалась в прокуратуру центрального вопроса района. Сказали, что ничем не могут помочь, нужно обращаться в суд. То есть целый год я столкнулась с проблемой невозможности устроиться на работу после декрет без отсутствия записи в трудовой книжке об увольнении с прошлой работы. Я, наконец, заняла денег и обратилась в суд. Сейчас, в данный момент, идут рассмотрения в суде о вопросе установления факта прекращения трудовых отношений. У меня такой вопрос прокурорам, значит. Могу ли я на основании судебного решения, где будет установлен факт, привлечь к ответственности своих работодателей за невыплату мне ни пособий, абсолютно никаких денег? То есть ничего вам выплачено не было, да, Анастасия? Нет, абсолютно. Меня даже не уволили. То есть я сейчас в суде доказываю факт, что у меня прекращается отношение. Ой, убрали. Почему-то звук убрали у нас. Не слышно. Мы поняли, Анастасия, спасибо за вопрос, что мы можем ответить жительнице областного центра. Да, конечно. Эльвин Эльбрусович Байдин отвечает исполняющей обязанности прокурора центрального района. Значит, по поводу того, если, соответственно, судом будет установлен факт наличия трудовых взаимоотношений, то есть препятствий для привлечения, скажем так, к ответственности бывших работодателей не будет. Единственное, что здесь надо будет учитывать, конечно, сроки давности привлечения к ответственности, потому что если это рассматривать административную ответственность, то сроки привлечения к такому виду ответственности, они составляют один год с момента совершения правонарушения. Но, опять же, по поводу выплат соответствующих заработной платы и пособий, здесь можно рассматривать и уголовную ответственность. Но, со своей стороны, наверное, хотелось бы обратиться, если это возможно, к Анастасии, чтобы она еще раз к нам подошла. То есть можно подойти лично ко мне, я также осуществляю прием граждан. Мы с ней вместе сядем, данный вопрос разберем и, скажем так, в рамках своих полномочий постараемся ей максимально помочь, чтобы восстановить ее право. Вот вы знаете, многие жители Твери путаются, потому что вопросами заработной платы занимаются не только сотрудники прокуратуры, но и Следственного комитета. Там несколько разделяются, да? Вы помогаете трудоустроиться или какие-то трудовые вопросы решить, а Следственный комитет привлекает уже работодателей к ответственности. Давайте поясним, в чем разница. Ну, во-первых, давайте я продолжу по заработной плате. Официально задолженности в Пролетарском районе, соответственно, нет, но в то же время необходимо говорить о такой скрытой латентной задолженности, поэтому я не зря сказал, что прокуратура района взаимодействует, ну и другие прокуратуры города, все мы взаимодействуем с контролирующими органами и получаем вот этот необходимый объем информации. То есть если мы где-то понимаем, что какие-то есть проблемы, возможно, возникают проблемы, мы активно используем механизм объявления предостережения, разъясняем, соответственно, руководителям всю степень ответственности, а там, где такая задолженность уже сформировалась, жестко принимаем меры реагирования, то есть вплоть до инициирования уголовного преследования, о чем вы говорите. То есть можно сказать, например, что в этом году было выявлено у нас в районе две такие организации, которые фактически имели задолженность. Одна из них имела задолженность порядка полутора миллионов, вторая около трех миллионов. Соответственно, мы организовали проведение проверки, вышли на предприятие, провели бухгалтерскую документацию, пообщались с трудовым коллективом, ну и установили то, что более 60 работников заработную плату не получали своевременно, а многие из них и свыше двух месяцев не получали. Это более 60, больше двух месяцев. Давайте мы сразу скажем жителям региона, когда нужно уже бить тревогу, когда два месяца эти ждать, месяц ждать, полгода ждать, или уже вот тебе не выплатили сейчас зарплату, это уже тревожный звоночек? Безусловно, конечно. Заработная плата, соответственно, трудовым законодательствам, должна выплачиваться не реже, чем два раза в месяц. Поэтому если вам хотя бы на один день задержали эту зарплату, выплату зарплатной платы, то это уже основание, в принципе, для проведения проверки, это уже нарушение закона. Поэтому не нужно здесь дать два месяца, потому что за два месяца может произойти всё, что угодно. Ага. Уважаемые друзья, у нас ещё один телефонный звонок. Говорите вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Я быстренько. У меня два вопроса. Один общегородской по поводу соблюдения масочного режима в транспорте вообще практически не соблюдается. На подбородках, под носом, значит, и транспорт, как бы никто даже по трансляции, практически никто из водителей не говорит о том, чтобы сделали. То есть что можно сделать в этом плане, потому что там совсем ни о чём этот масочный режим. И второй по ЖКХ, по конкретному адресу можно обратиться. Мы уже с сентября месяца запаренный подъезд, нас даже домофон испортился, значит, как бы отказываются его делать. Мы ничего не можем сделать ни с Тверской генерацией, ни с водоканалом. Они постоянно решают, кто из них протечки эти создаёт. И результат уже три месяца нет. Вы можете как-то влиять на это. ЖКХ, адрес какой у вас? Адрес по вопросу по ЖКХ? Озёрная 3. Озёрная 3. Вас как зовут? Ольга Ивановна. Ольга Ивановна. Так, вопрос понят, уважаемые друзья? Давайте по масочному режиму. Вначале, по мере поступления, кто может сказать, что? Ну, наверное, по-моему... Давайте, Элина Ельбрусович. Спасибо. Ну, по масочному режиму, соответственно, у нас есть нормативно-правовые акты, которые изданы как на федеральном уровне, так, соответственно, и на региональном. Масочный режим, соответственно, никто не отменял. То есть каких-либо, скажем так, новых изменений не было, касающихся послабления уже существующего масочного режима. Насколько мне известно, наоборот, в настоящий момент прорабатывается вопрос об введении дополнительных ограничений. По поводу соблюдения масочного режима в транспорте, то есть здесь, конечно, безусловно, необходимо надевать и носить маски. То есть, потому что, ну, даже банально, это просто безопасность каждого жителя нашего города. Ну, я знаю, что в транспорте еще ходят ветерейды, сотрудники полиции проверяют, это происходит постоянно. И когда контролеры проверяют, я постоянно пользуюсь общественным транспортом, я вижу, что где-то процентов 5, возможно, людей, которых там нет, те автобусы, на которых я езжу. И контролеры постоянно напоминают, что оденьте маску, такое есть. То есть, я поняла, давайте ЖКХ Озерное. Озерное, это у нас Юрий Владимирович, ваша земля. Ну, здесь, единственное, конечно, надо было у Ольги Ивановны нам телефон спросить. В любом случае, работника с представителями Тверской генерации водоканала я туда сразу после эфира отправлю. Посмотрим, что там происходит с подъездом, где это, и что течет, протекает. Тверская генерация или водоканал, или все вместе. Собственно говоря, на месте разберемся, посмотрим. И я думаю, эту проблему устраним в кратчайший срок, заставим их устранить, поскольку, ну, в общем-то, если еще имущество повреждено, то ответственное юридическое лицо должно и возмещение какое-то произвести будет. Уважаемые друзья, вопросам ЖКХ. Мы чуть попозже уделим особое внимание. Давайте сейчас закончим. Все-таки начали мы вопросы заработной платы. Что вы посоветуете, Алексей Сергеевич, жителям региона, чтобы они не были обмануты? Человек находит работу, ему предлагают работу. На что нужно обратить первое внимание? Это трудовой договор. И бывают ли случаи, что работодатели не хотят заключать трудовые отношения и подменяют их гражданско-правовым? Безусловно, при трудоустройстве на работу необходимо требовать, чтобы эти отношения, именно трудовые отношения, были зафиксированы в договоре, потому что зачастую работодатель навязывает некий гражданско-правовой договор, подменяя его понятие трудовой договора гражданско-правовой. В некоторых случаях работники работают вообще без трудового договора. И здесь необходимо понимать, что фактически человек трудоустроился, выполняет трудовые функции, ходит на работу, неважно, стоит у станка, либо какую-то другую работу выполняет. Но, в принципе, такой же, как его коллега, либо такой же работник на соседнем предприятии. Но только отличие в этих работниках, у одного есть трудовой договор, а у другого, допустим, гражданско-правовой, либо вообще нет договора. У того, у которого есть трудовой договор, понятно, что он имеет некую такую социальную защищенность, государственную защищенность. Это подушку безопасности, это ведь и больничные, и те же самые отпускные, и прочее, да? Потому что в ситуации возникают самые разные, и, как правило, когда у людей возникают проблемы с выплатой заработной оплаты, или, не дай бог, произошла какая-то травма на производстве, люди приходят в прокуратуру, обращаются к нам и говорят, помогите нам, вот я работал. Когда начинаешь разбираться и спрашивать трудовой договор, трудовую книжку, они говорят, а вот нам обещали это все сделать, но не сделали. Соответственно, возникают достаточные сложности по доказательной базе. Это все возможно, можно доказать фактически в суде, что эти отношения фактически были трудовые. Мы с такими исковыми заявлениями обращаемся. В этом году мы восстановили в правах 13 граждан, соответственно, выходили в суд со всеми благоприятными для них последствиями, то есть это и начисление заработной платы, и записи в трудовые книжки. Но нужно понимать, что это может произойти не всегда. К примеру, если смоделировать ситуацию, когда на предприятии разные, работают два человека, один работник, другой директор, договора никакого нет, и каким образом доказывать? Понятно, что работодатель не заинтересован в этом, а работник будет оставить на своем. Чем еще вы доказываете? Поэтому здесь при трудоустройстве на работу всегда нужно требовать не только трудовой договор, но я бы еще посоветовал изучить и локальные нормативные акты о порядке, сроках выплаты заработной платы, которая должна выплачиваться не реже, чем два раза в месяц, соответственно, я бы проверил, насколько правильно и в полном объеме идут специальные отчисления, страховые отчисления, и уже тогда можно спокойно отчислять трудовые функции. А вы говорите, я бы проверил, это возможно сделать человеку, который устраивается на работу? Условно. То есть у человека есть свои права, да? И ему обязаны об этом рассказать? Да. Все, понятно. У нас еще один телефонный звонок, говорите. Здравствуйте, как вас зовут? Олег. Олег, ваш вопрос, здравствуйте. Вы знаете, вот к нам в общероссийский народный фронт губернаторов, сейчас идет масса обращений жителей города Твери, потому что две муниципальные бани на улице Коминтерна и по адресу Константина Заслонова 29-2 не работают. А у нас в городе большое количество частного сектора, их недобросовестные предприниматели с помощью махинации взяли в аренду, и вместо того, чтобы там восстановить эти бани и предоставлять услуги, строят там супермаркеты, значит, хостелы и так далее. Там еще и проживают порой граждане, скажем так, без патента и без российских паспортов. И вот, к сожалению, представители правоохранительных органов полиции не всегда на это реагируют как-то адекватно. Вот могли бы вы этот вопрос взять, он социально важный, потому что обращение, несколько тысяч граждан обращаются по этому вопросу, потому что в частном секторе в городе Твери, вы знаете, не везде есть горячая вода. Да, конечно, это очень важно. Вот хотелось бы здесь есть кто-то от центрального пролетарского района, чтобы они ответили. У нас прокуроры всех районов. Олег, спасибо большое вам за звонок. Что мы можем сказать? Я так понимаю, это Олег Станиславович Лебедев задавал свой вопрос. Что мы можем сказать по поводу бани? Как-то контролируются вопросы? Ну, во-первых, официального обращения, я такого не помню, чтобы у нас какая-то по Коминтерну там была проблема, то, что там незаконно кто-то ее приватизировал или как-то приобрел. Поэтому, я думаю, что необходимо прийти ко мне на прием. Я принимаю не только там в понедельник, как у меня прописано в графике приема. Я принимаю абсолютно каждый день, если нахожусь на рабочем месте. Если есть какая-то конкретика о том, что там действительно совершено какое-то правонарушение или, не дай бог, преступление, в любом случае мы отреагируем оперативно. Коминтерно. Это ваша земля, да, Юрий Владимирович? Есть ли Коминтерна баня? Наши и центрального района. И центрального района, да? Можно я скажу? Да, Эльвин, пожалуйста. Значит, если подобная информация есть о том, что в муниципальном, скажем так, в муниципальной собственности размещаются какие-то супермаркеты и непонятные хостелы в нарушении требований закона, то, соответственно, я приглашаю гражданина Олега, соответственно, к нам, чтобы он, может быть, если есть какие-то фотоматериалы, то есть мы будем с нетерпением ждать его. То есть давайте еще раз скажем жителям областной столицы. Вы ведете прием постоянный. Пандемия, не пандемия. Вы принимаете граждан. Можно обращаться и в письменном, и в электронном виде, да, и приходить на личный прием? Безусловно, да. Принимаем и мы, и наши работники. Есть графика приема. Конечно, с учетом ситуации желательно и преимущественно использовать все-таки подачу обращений. В том числе на сегодняшний день доступны все возможные варианты и виды. Это единый портал органов прокуратуры, сайты госуслуг можно подать, можно принести уже готовое письменное обращение. Но, несомненно, если необходимо что-то донести и, как говорится, в живом диалоге обозначить, то, естественно, мы гражданина примем и... Ну вот что касается последнего вопроса, да, то есть вы ждете, и вы ждете, что к вам обратятся с этим вопросом. Давайте мы все-таки доведем до конца разговор относительно, Алексей Сергеевич, относительно заработной платы. Часто ли обращаются жители-работники, те, кому не выплачивается заработная плата, или люди боятся, потому что у нас не первый раз поднимается этот вопрос, некоторые стараются каким-то образом исчезнуть с поля зрения, мол, вот мы обратимся в прокуратуру, и нас вообще угодят. Бывает такая жизненная позиция? Безусловно, работники, может быть, не всегда обращаются в органы прокуратуры, потому что, как вы правильно сказали, где-то, может быть, опасаются за свою дальнейшую судьбу, за свое трудоустройство. Но я не зря, опять же, повторюсь, что мы получаем информацию не только из обращений. То есть люди могут к нам не обратиться, а мы уже знаем, что на предприятии данная задолженность сформируется, или может сформироваться. То есть мы выходим на предприятие и общаемся с такими работниками. И вот по нашим примерам мы выходили на предприятие, и только после этого, в ходе приема граждан были получены и заявления, чтобы были подготовлены исковые заявления. Когда они вас живьем, что называется, увидели, да? Да. И, соответственно, кроме подачи заявлений о выдаче судебных приказов на обеспечение и изыскание заработной платы по этим неразивым руководителям, нами было инициировано и уголовное преследование. То бишь у прокурора есть такие полномочия, как выносить постановление с инициированием об уголовном преследовании. Наши постановления были рассмотрены органами следствия и возбуждены уголовные дела. Кстати, мы здесь говорим о предприятиях частного порядка. Это частные какие-то предприятия или бывают и муниципальные предприятия, которые не выполняют своих обязательств? В нашем случае одно муниципальное предприятие. Есть, да? Наверное, у вас, уважаемые друзья, у всех в районах, да, существует такая проблема? Конечно. Дмитрий Владимирович, продолжение, может быть, слов Асиа Сергеевича. Опять-таки, когда граждане либо обращаются к нам, либо по итогам нашей самостоятельной проверки, у меня такие факты, есть реальные, скажем так, результаты, когда, так же, как прокуратуру Политарского района, нами была проведена проверка и установлена организация, в которой руководитель решил, ну, по ряду причин, не платить заработную плату своим работникам. Шесть человек, общая сумма получилась порядка 380 тысяч. После проверки, значит, что он был привлечен к ответственности, в том числе, по материалам наших собранных материалов, мы направились в Следственный комитет, было возбуждено уголовное дело, и уже вот после, скажем так, того, как начались мероприятия проверочных отношений в ООО, им было принято меры для того, чтобы задолженность своим работникам была полностью погашена. То есть вот они получили, помимо того, что он был привлечен к ответственности, они получили реальное возмещение своих честно заработанных денежных средств. Ну, и сейчас мы говорим в основном про выплату заработной платы, конечно, это очень важная составляющая для каждого, как бы, человек, который работает и рассчитывает получить достойное свое вознаграждение за свой труд. Но необходимо еще, может быть, отметить то, что обращаясь, в том числе, в органы прокуратуры, ведь могут быть, у нас являются и иные нарушения, это вопросы и обеспечения, ну, обмундированием, которое положено в силу той или иной выполненной работы, да, спецодежда. — Спецодежда, да. — Спецодежда, конечно, потому что это и соблюдение условий труда, в которых происходит трудовый процесс той или иной профессии. Поэтому спектр вот именно трудовых вопросов, он ограничен не только заработной платы, а достаточно широк, и, к сожалению, нарушения выявляются во всех направлениях. — Я просто знаю, что раньше на защиту трудящихся на конкретном предприятии вставили профсоюзы. Была довольно-таки мощная такая прослойка, организация, которая там добивалась, и именно от профсоюзов обращались, допустим, в ту же самую прокуратуру. Сейчас это, к сожалению, такого уже на редко где встретишь, да, и вопросы безопасности труда, насколько они сейчас актуальны. Я просто знаю, что бывают несчастные случаи на производстве на том же самом, где элементарно работодатели не выполняли принятых на себя условий. Кто будет отвечать? Да, 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 может быть, несколько слов об этом. Алексей Сергеевичев? — Обеспечение безопасности на производстве — это такой один из важнейших аспектов трудовых отношений между работниками и работодателем. Действительно, каждый работодатель должен обеспечить безопасные условия труда, а вот эти безопасные условия труда, они, соответственно, изложены в нормативных документах в зависимости от специфики выполнения работы, от производства. Там, соответственно, уже и должны проходить определенные инструктажи, там вводы на рабочем месте, медицинские осмотры, там предрейсовые осмотры, если это касается обеспечения средств индивидуальной защиты, ну и тому подобное. Алексей Сергеевичевич тоже сказал, что, к сожалению, проверки наши показывают, что не всегда работодатель обеспечивает эти безопасные условия труда. Это связано, понятно, наверное, и объективными причинами, потому что работодатель не хочет нести определенные материальные затраты на это. Ну и, наверное, безответственным отношением, нежеланием, может быть, даже неумением оформлять правильно все вот эти документы и правильно оформлять эти инструктажи, потому что крупные предприятия, они же даже содержат определенный штат работников, которые занимаются этим обеспечением. Конечно, Вы еще сказали неумением, но ведь люди и за это получают заработную плату, неумением. Неужели такое есть? К сожалению, такое есть. Вот у нас выявлены недостатки на пяти предприятиях в районе, соответственно, по результатам принятых мер реагируемых 19 лиц привлечены к различной степени ответственности. Но самое главное здесь, как Альберт Вячеславович сказал, что не сама цель привлечь должностное лицо руководителя к ответственности. Безусловно, если руководитель совершил право нарушения или преступления, то он должен понести заслуженную ответственность. Но самая главная наша цель – это, соответственно, добиться устранения этих нарушений. Если касается заработной платы, то работники ее должны получить. Если касается безопасных условий труда, соответственно, мы должны отреагировать, и эти условия должны быть налажены для работников. Вот чем прокуратура заявила. Так, давайте еще быстренько. У нас очень много вопросов, нам нужно успеть. Права граждан, участников долевого строительства жилья. Альберт Вячеславович, с Вами, наверное, да? Насколько здесь Вы работаете плотно и результативно? Ну, к сожалению, наверное, к сожалению, можно сказать, есть такие обращения о том, что права граждан, именно участников долевого строительства жилья нарушаются. То есть, к нам, вместо факта, обратились о том, что срок уже истекает, срок неоднократно переносился. И элементарно, те, кто вложил свои деньги в строительство дома, они были уверены и надеялись о том, что современно будет построен дом, квартиру свою не получат. С плечением контролирующих органов, наверное, была проведена проверка, и установили ряд нарушений, достаточно серьезных, что были выявлены серьезные недостатки при строительстве, в связи с чем не было возможности ввести до эксплуатацию. Кроме того, при оформлении разрешительных документов, те требования, которые были выставлены, застройщикам не были исполнены. При продлении срока застройщик не удавлялся своевременно своих, скажем, тех, кто к ним обратился, долевщиков, о необходимости внесения следующих изменений в договор. Ну и были выявлены факты, когда вместо договора долевого участия была использована другая форма документа в виде различных правовых договоров. В связи с чем, по итогу проверки, мы применили к застройщику весь комплекс мер реагирования. Это было вынесено представление, сам застройщик был привлечен к административной ответственности, ему у нас штраф. Ну и в связи с тем, что были нарушены порядок приема денежных средств, в виде других договоров, а не договоров о долевом участии, по материалам нашей проверки, опять-таки, было возбуждено, и остается уголовное дело, и сейчас находится в производстве. Ну и застройщик принимается мера для того, чтобы все нарушения, которые были выявлены, устранить, и принять меры к скорейшему вводу домоэксплуатации. Соответственно, передача квартиры тем, кто на нее рассчитывает по договору. Ну, то есть, опять же-таки, реальный результат. Елена Эльбрусович, Ваш вопрос, как у Вас центральный район, все-таки капитальный ремонт многоквартирных домов на территории центрального района. Насколько это актуально, бывают ли какие-то нарушения, и как реагирует прокуратура? Вопрос, собственно, с капитальным ремонтом, он находится на постоянном контроле прокуратуры центрального района. В принципе, в прокуратуру центрального района также поступают периодические обращения. Вот в этом году мы, в принципе, провели проверку, итогом которой стало исковое заявление о понуждении фонда капитального ремонта провести мероприятие по капитальному ремонту в более чем 250 многоквартирных домах, которые расположены на территории центрального района. 250, более даже 250. То есть мы провели и посмотрели, выявили те факты, что, соответственно, те мероприятия, те работы, которые должны были быть выполнены, они, соответственно, фондом капитального ремонта не произведены. И в настоящий момент центральным районным судом рассматривается наше исковое заявление. Был сегодня звонок от нашей телезрительницы по улице Орженикидзе относительно подделки подписей. Да, как будто бы прошло собрание, и этим документом апеллируют по разным инстанциям. Какие мошеннические действия еще встречаются, если мошеннические управляющие компании? Ну, опять же, соответственно, и подобные факты мы тоже выявляли в своей деятельности. То есть вот примером является, скажем так, одна из последних, наверное, проверок, которые мы проводили в текущем году. Также граждане обратились к нам, пожаловались банально на бездействие управляющей компании. Соответственно, не проводились работы по уборке подъездов. Мы вышли, посмотрели, привлекли также специалистов. А деньги за это снимались? Ну, соответственно, да. То есть гражданам выставлялись платежные документы, соответственно, в которых была также установлена сумма, направленная и на уборку внутридомового имущества. По результатам проверки, пообщавшись с гражданами, мы установили, что фактически управляющая компания, которая выставляла им платежные документы, соответственно, такого права не имела, поскольку был представлен поддельный протокол с поддельными подписями якобы этих жителей этого дома в Государственную жилищную инспекцию. То есть по результатам нашей проверки мы направили материалы следственные органы, которые возбудили уголовное дело. И в настоящий момент данное уголовное дело расследуется. Еще что вопрос всех интересует, сейчас холодное время года. Есть ли случаи хищения поставляемых ресурсов в многоквартирных домах, встречаетесь ли вы с этим и как разбираетесь? Если можно, не очень много об этом. Если, наверное, кратко, то, в принципе, выявляем различные факты. Например, в рамках мониторинга сети интернет выявляем такие сайты, которые предлагают гражданам купить приборы учета, которые позволяют искажать объективные данные. Это как раньше, счетчик крутится в обратную сторону? Ну, фактически, да. То есть подовоз для того, чтобы данные сайты, скажем так, прекратили работать и граждане не имели возможности приобрести такие противоправные приборы, мы выходим с исковыми заявлениями и, соответственно, через суд добиваемся их закрытия. Слушайте, во всем найдут какую-то лазейку, да, такие хитроумные граждане? Здесь нужно понимать, если хищение такое, как Ильин Брусович сказал, происходит, то весь этот долг падает на весь дом. Платить за это все равно придется, потому что есть счетчик на входе в дом, на котором все это отражается. Поэтому вот из-за этих граждан... Которые недобросовестные хотят, да, сами свою копейку, все равно придется заплатить, да? Да, из-за этой проблемы приходится очень долго разбираться, почему эти долги копятся у дома. Более того, предусмотрена уголовная ответственность, надо не забывать об этом. Если человек будет пойман, то у нас предусмотрена стадия 165-го уголовного кодекса Российской Федерации. Это как минимум за подобные, в общем-то, действия. Юрий Владимирович, давайте все-таки вот, коль, мостик такой перекинем. Вы сказали вначале, что приоритет – это реализация национальных проектов. У нас существует национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Я знаю, что сотрудникам прокуратуры Московского района очень много времени пришлось потратить, чтобы восстановить права граждан на нормальные дороги и на тротуары в том числе, да? Несколько слов об этом. Наши дороги – это на сегодняшний день не только вопрос безопасности дорожного движения, это еще и лицо нашего города, да, и это привлекательность дороги, тротуары, это привлекательность и для туристов, и, собственно говоря, некая, можно сказать, туристическая реклама, поскольку человек, проезжая через наш город и уезжая из него, первое, что останется, особенно у автомобилистов, в памяти – это качество, собственно, тех дорог, которые у нас присутствуют. Точно так же, ну, в общем-то, я часто вижу на улице вот группы экскурсионные, да, туристические, которые идут и, в общем-то, идут по тротуарам не очень хорошего качества. Это направление у нас постоянно в поле зрения. Из того, что уже удалось сделать, работа эта продолжается, но из того, что уже нам удалось сделать, наверное, самым значимым результатом является получение судебного решения по московскому шоссе. Это, которое недавно было отреставрировано, дороги, да, были заменены, да? А асфальта, о, вернее, тротуаров там не оказалось. Именно. То есть, несмотря на то, что в период рассмотрения искового заявления к администрации города действительно был заменен асфальт, тем не менее, нами получено судебное решение по нашему иску наших исководовлетворен в части отсутствия тротуаров. На сегодняшний день, ну, надо отметить, что в этом году изменился ГОСТ по тротуарам, и тротуары практически везде должны быть, за исключением грунтовых дорог в черте города. Так вот, на сегодняшний день на московском шоссе этих тротуаров нет. Более того, я думаю, что все видели и, наверное, задаются вопросом, как люди могут передвигаться вдоль московского шоссе. По самому шоссе? Когда, да, развалены, в общем-то, мостки вот эти через ручьи, ну, через водные объекты. В ряде случаев просто зияет дыра. Ограждений нет. Поэтому, наверное, из самого значимого, это, конечно, получение судебного решения вот по московскому шоссе. То есть теперь это будет? Сроки там какие-то установлены, Юрий Владимирович? Значит, на сегодняшний день судебное решение обжалуется администрацией города. Обжалуется. Администрация города не согласна с тем, что необходимо это сделать. С момента вступления в законную силу после обжалования судом установлен срок на выполнение работы один год. Один год? В течение года? В течение года. То есть вот когда по проспекту Победы ко мне на личный прием пришла гражданка и сказала, что нам необходимо как-то вмешаться, уже нами было подано на этот момент исковое заявление, и решение суда состоялось через несколько дней буквально после этого приема. Вот здесь, конечно, активность граждан, наверное, недостаточно, поскольку мы не все дороги, наверное, можем увидеть. И вот такие обращения граждан, они были бы нам очень полезны с точки зрения более быстрого реагирования. Обращения, опять же-таки, давайте скажем, обращения это и письменные, и в электронном виде, и можно же, у вас же там ящички специальные есть, да? Конечно, конечно. На входе в каждую прокуратуру, пожалуйста, приходите, опускайте и записывайтесь на прием к прокурору района. Что касается проспекта Победы, также установлен срок один год был судебным решением. В настоящий момент работы выполняются, но я думаю, что жители видят это, что некие процессы по ремонту этих тротуаров идут. Поэтому, собственно говоря, ну и вообще вопрос тротуаров, он для нас немаловажен и значимый, потому что мои выездные приемы, например, если взять тот же поселок Крупский, для жителей этих территорий, особенно для родителей, очень важно наличие тротуаров, поскольку дети идут в школу практически по проезжей части. Да, элементарно, даже если они идут по обочине, их обливают в дождливую погоду, они приходят грязные, в общем-то, неопрятные. И также мы на сегодняшний день уже получили судебное решение по нашему иску по тротуарам по ряду улиц в поселке Крупский. Поэтому тоже будем контролировать, рассчитывать. Решение пока еще свежее, получено в октябре, суд вынес решение в октябре месяце. Предполагаю, что также администрация пройдет процесс обжалования по этому судебному решению. Ну и, собственно говоря, по вступлению в законную силу, также судом постановлено в течение года устранить эти решения в течение 6 месяцев. Да, да, все мы видим, что в городе меняются дороги в лучшую сторону, да? Так надо подумать о пешеходах, все равноправные участники дорожного движения, как водители, так и пешеходы. И буквально несколько слов, Юрий Владимирович, парк-вокзал, один из старейших парков Твери, созданный еще в 1776 году. Я знаю, что сейчас есть решение по восстановлению этого памятника, потому что там руины уже практически. По парку-вокзал, да, мы достаточно большую работу проделали. Длительный промежуток времени занимались этой проблемой. В итоге стоит отметить, что данный объект историко-архитектурного наследия неким образом находился длительное время в непрофильном владении, поскольку был закреплен за первой городской больницей, собственно говоря, к функциям которой он никаким образом не относится. И были вопросы, связанные с обоснованностью возможности вообще затрат на его содержание и на его восстановление. На сегодняшний день данный объект передан Тверской филармонии. Наша проверка показала, что положение закона о сохранении объекта культурного наследия, а это не просто оградить и не дать ему разрушиться, это вопрос и по реставрации, и по содержанию, то есть это целый комплекс работ. Вот эти обязанности, они по этому объекту не выполняются. Также нам пришлось обратиться в суд, поскольку до судебной стадии понимания с органами власти мы здесь не нашли. Соответственно обратились с исковым заявлением в суд и буквально 27 октября у нас состоялось судебное решение, которым, соответственно, филармонию и министерство обязали произвести работы по сохранению объекта культурного наследия. По сохранению, чтобы он, если не первозданный, но хотя бы приличный вид. Альберт Вячеславович, ваше пожелание жителям региона, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира, ваше пожелание, может быть, просто чисто житейское. Вот вы говорили о том, что как обращаться, куда обращаться, вот хотелось бы сориентировать, может быть, если, по вашему мнению, имеют место нарушения ваших прав, воспользоваться всеми возможными средствами, допустим, да, ну, в первую очередь, сейчас это дистанционное электронное средство связи, да, для того, чтобы подать, может быть, заявление, потому что, опять-таки, если к вопросу труда, защиты труда, как можно раньше, а возможно, вернее, о нарушении будет известно, ну, может быть, не будет более таких нехороших последствий, и можно будет принять меры реагирования. И, опять-таки, вот мы всегда открыты для того, чтобы принять и постараться разобраться ситуации. Эльвин Эльбрусович, буквально два слова вашего пожелания. Ну, соответственно, хотелось бы пожелать, общее пожелание, наверное, для всех, поскольку трудовые права затронуты, для всех работодателей соблюдать трудовые обязанности, потому как, как показала практика, зачастую привлекая работодателей к ответственности, они потом хватаются за голову предназначения административных штрафов и говорят о том, что если бы они изначально знали те суммы штрафов, которые на них будут наложены за нарушение трудового законодательства, они бы неукоснительно исполняли существующие требования. Алексей Сергеевич, два слова. Безусловно, в период пандемии пожелать хотелось бы здоровья всем гражданам и близким, и, если не дай бог, происходят какие-то нарушения их прав, чтобы они незамедлительно обращались в компетентные органы, то же самое в прокуратуру, а мы постараемся отреагировать. Спасибо огромное за участие в программе. Будьте здоровы. Всего доброго. До свидания. Спасибо.